В студии Юлия Лучникова. Здравствуйте. В эфире еженедельная итоговая информационная программа. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о наиболее заметных новостях, актуальных и интересных событиях этой недели. Итак, сегодня в материалах наших журналистов. Экстремизм не пройдет в этнополитическом плане. Ямал остается одним из наиболее стабильных и спокойных регионов России. Мини-выборы, которые позволят ямальцам узнать кандидатов. Народное голосование «Единая Россия» обещает собрать на площадке 36 тысяч человек. Оно состоится в мае. Муравленковские хирурги успешно осваивают новые методы лечения. Современные технологии эндовидеохирургии эффективны и позволяют пациенту быстрее поправиться после операции. Вопросы жилищно-коммунальной сферы в числе актуальных тем для горожан. Найти оптимальное решение проблем – одна из задач муниципального жилищного инспектора. С какими вопросами к нему обращаются жители города и какие меры предпринимаются – об этом говорим с гостем студии. Ямал получит из федерального бюджета почти 2 миллиона рублей на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений. Программа нашего округа в сфере этнокультурного развития народов России признана одной из лучших в стране. Укреплению межнационального мира и согласия между представителями более сотни народов и народностей, которые проживают в нашем регионе, уделяется приоритетное внимание. Этой задачей в том числе подчинена целостная система нормативно-правовых актов и консультативных органов. Так, на этой неделе в Муравленко участники заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности обсудили предпринимаемые меры по недопущению межнациональных конфликтов. Все подробности у Светланы Грачевой. По данным отделения миграционной службы, в 2014 году в Муравленко на учет поставлено более 3,5 тысяч иностранных граждан. В основном это жители стран ближнего зарубежья. Они приезжают сюда либо с частной целью, либо в связи с трудовой деятельностью. Из стран СНГ на территорию города прибыло в 2014 году 21004 иностранных гражданина. Из них с целью, в общем порядке с частными целями 1067 и с целью осуществления трудовой деятельности 1037. В этнополитическом плане Ямал был и остается одним из наиболее стабильных и спокойных регионов России. Действующий комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений делает свое дело. И профилактика здесь лишней не будет. Наоборот, ее следует усилить. Дополнить с новыми методами и приемами, особенно в молодежной среде. Причем важно обратить внимание на их практическую сторону. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий, экстремистских тенденций в сфере общения молодежи не установлено. Молодежные экстремистские организации или группировки, например, скинхеды, неофашисты и другие муниципальные образования отсутствуют. К сожалению, сеть интернет активно используется для размещения экстремистских материалов. И эта проблема носит общий мировой характер, но она контролируема. Прокуратурой города проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии экстремизму и распространению материалов, направленных на возбуждение национальной вражды. В этом году за данное нарушение к административной ответственности привлечен житель нашего города. В отношении виновного было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 Кодекса Советской Федерации об административных правонарушениях. То есть массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Работу по формированию единого информационного пространства для распространения идей гражданской солидарности и уважения к другим культурам на заседание решено усилить. Так же, как и работу по недопущению рисков межнациональной конфликтности. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Региональное отделение партии «Единая Россия» готовится к проведению народного голосования. Оно обещает собрать на площадке 36 тысяч человек. Это не просто эксперимент, мини-выбор, который партия проведет еще до начала сезона отпусков, дает ямальцам шанс не просто узнать фамилию кандидата, но и взглянуть ему в глаза в прямом смысле этого слова. Для кандидатов на депутатский мандат – это возможность сверить свои планы с чаяниями и вопросами народа, рассказывает Денис Максимчук. На Ямале «Единая Россия» пишет историю свободных выборов внутри партии. Чопорные единороссы, у которых все подчинено строгой дисциплине и четкой иерархии, решились на фантастический по своим масштабам эксперимент. Народное голосование – это не просто неожиданная внутрипартийная свобода. Это реальный шанс собрать команду людей, способных генерировать свежие идеи. Мне кажется, такой спрос сегодня в жизни на новый взгляд, на свежие идеи, на реальные цели, достижимые цели. Не какое-то прекрасное далеко, а именно реальная цель сегодняшнего дня – отремонтировать дорогу, построить дом, сделать лучшую медицинскую услугу, школа, чтобы появилась. Пять лет назад Елена Зленко проходила горнило избирательной кампании как одномандатник. По жесткости это даже превосходит народное голосование. Но опыт дает колоссальный. Она знает, люди поддержат, если поверят. Поэтому кандидаты должны знать – зачитанным по бумажке экстрактом из своей биографии не обойдешься. Не те времена и не те компетенции. Ну а как иначе? Если мы не будем знать этого человека, не будем знать кандидата, как мы за него будем голосовать? Нормально, народное голосование – нормальный инструмент, когда мы можем посмотреть, кого-то выбрать, оценить. А когда оценим, тогда и выберем. Удивительно, но слушать кандидатов сегодня стремятся многие. Люди, наконец, стали понимать, что труд под названием «Мы ждем перемен» пишут исключительно активные и инициативные. Народное голосование – реальный инструмент народовластия. И время, когда политическим интригам можно противопоставить искренние эмоции и рвануть вверх на социальном лифте. Хотелось бы, конечно же, вот именно от предварительного голосования на политической арене Ямала увидеть новые лица. У нас, знаете, один друг мне такую крылатую фразу мне сказал. Он говорит, как не выбор, у нас как день сурка. Одни же и те же лица на политической арене появляются, и мы, получается, одних и те же выбираем. А вот именно от предварительного голосования до того, что появятся новые лица, новые лидеры, новые идеи. Не все пускают посторонних на внутрипартийную кухню. Слишком много тайн и инсинуаций может оказаться в партийном котле. «Единая Россия» решилась, и в этом есть свой резон. Оппоненты «Единороссов» теряют свой главный карт-бланш – упреки в использовании административного ресурса и подтасовке результатов выборов. Партия «Единая Россия» занимает, на мой взгляд, очень такую правильную, открытую позицию. То есть она уже не внутри себя, как-то келейно решает вот эти вопросы будущих кандидатов по персоналиям. А хочет получить и мнение тех людей, которые доверяют партии «Единая Россия». Причем победа в праймерис выборы не отменяет, а значит депутатское кресло не гарантирует. Так что расслабляться не стоит ни во время избирательной кампании, ни после. Партия большинства и народ потребует выполнения программы. Денис Максимчук, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Моролин КТВ» при поддержке Департамента внутренней политики «Ямала». Тема жилищно-коммунального хозяйства – одна из самых актуальных для горожан. Они обращаются с вопросами и просьбами по различным каналам связи. Пишут письма, приходят наличные, приемы звонят и на телефон народной линии нашей телерадиокомпании. На этой неделе одна из жительниц деревянных домов сообщила нам необычную коммунальную проблему. В 132-м доме по улице Дружбы народов еще немного и обвалится балкон. Эрнест Бавшин разбирался в ситуации. Надежда Чечерина живет в деревянном доме по улице Дружбы народов 132 с 1990 года. По ее словам, в ночь с 30 на 31 марта их с сыном разбудил громкий треск. Как оказалось, их балконная группа оторвалась от дома и грозит рухнуть совсем. А вот этой ночи, как кто-то молотками стучал по этому балкону, утром обнаружили, что вот это такое, вот эти дыры, но было еще немножко поменьше они. А потом, что дальше больше и больше. Балкон настолько отошел от здания, что образовалась огромная щель. Ее хорошо видно с улицы. Заделать такую дыру собственными силами просто невозможно. В данной ситуации без помощи специалистов не обойтись. Надежда обратилась с заявлением в управляющую компанию в 2 часа дня 31 марта. Но там, по ее словам, не спешили реагировать на ее жалобу. Что нам делать? Ну, мы же заявление сегодня написали. Значит, завтра у вас будут работать. Я говорю, как? У меня люди все с крыши снега скидают. Я говорю, как скидать? А что нам ночь делать? Ну, ладно, я подъеду к вам в полпятая, посмотрю. Работники холдинга городское хозяйство все же приехали в этот день к заявительнице и оценили масштабы проблемы. Такого мы еще никогда не видели, и ремонт потребует нестандартного подхода, говорят горхози. Если бы это было обращено раньше, можно было бы быстрее и проще сработать. Но изначально мы выполнили действия начальные, чтобы восстановить балкон как-то. Теперь будем ждать немножечко сход снега, подтаяем там почву, чтобы подъехать к какой-то технике с обратной стороны. Там очень затруднено и детская площадка, и колодцы. И будем дальше дорабатывать, естественно. Так называемый первичный ремонт управляющая компания провела лишь на следующий день. Чтобы балкон не рухнул совсем, его закрепили металлическими тросами. Сделали и уехали, объяснив, что основной объем работы проведут после того, как растает снег. Да, да, всего тросики, потому что они пробовали там что-то тянуть, вон отрешало все. А потом приходят, показывают, там что-то отломалось. Говорят, нет, не идет. Надо крышу снимать. Завтра будет. Я сегодня жду, нету никого. Бездействие управляющей компании не устроило хозяйку квартиры. Она обратилась в администрацию города. И только после этого на место происшествия прибыли работники управления коммунального заказа и представители подрядной организации, ответственные за расчистку снега. По просьбе указа они начали расчищать площадку за домом, чтобы к нему могла подъехать спецтехника для ремонта. Представители горхоза здесь тоже были. Правда, мер для ремонта балкона никаких не предпринимали. Специалисты на вопрос, что же все-таки явилось причиной данной ситуации, отвечают. Дело в конструктивных особенностях здания. При строительстве балкон закрепили гвоздями. И от времени такой крепеж износился. Плюс большая масса снега на крыше доделала свое дело. Но все это не освобождает управляющую компанию от ремонта. Ведь деньги за текущее содержание жилфонда квартиросъемщики платят регулярно. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Жители многоквартирных домов регулярно сталкиваются с различными коммунальными проблемами. Жалобы самые разные. На текущие кровли, холодные стены, затопленные подвалы, отсутствие ремонта в подъезде. Зачастую у жильцов на выяснение отношений с коммунальщиками уходит немало времени. Потому что у последних всегда есть своя точка зрения на тот или иной вопрос. Разобраться в каждой конкретной ситуации, найти оптимальное решение проблемы поможет жилищный инспектор. О том, с какими вопросами обращаются муравленковцы и какие меры предпринимаются, мы сегодня говорим с муниципальным жилищным инспектором Владимиром Гусевым. Добрый день. Добрый день. Владимир Викторович, прежде всего, полномочия вашей деятельности как муниципального жилищного инспектора. Это контроль и что еще? Осуществление контроля за сохранностью муниципального жилищного фонда. Плановая деятельность. То есть у нас есть утвержденный план прокуратуры округа. То есть мы проверяем индивидуальных предпринимателей, юридические лица, которые оказывают услуги по содержанию и обслуживанию жилого фонда. Контроль за соблюдение жилищного законодательства страны граждан. Как бы это ни показалось странным. Контроль за подготовкой к эксплуатации в осенне-зимний период муниципального жилого фонда. За сентральным состоянием. Вся моя деятельность строится на работе согласно утвержденного плана. То есть план проверок у меня согласуется в начало следующего года, допустим, в сентябре-октябре 2014 года на 2015 год. И на основании обращений граждан. Что это за проверки? Это проверки на соблюдение жилищного законодательства юридических лиц. Это я имею в виду сейчас организации, осуществляющие управление жилым фондом. А также товарищи собственников жилья. В чем заключаются эти проверки? Проверка жилищного законодательства. То есть при избрании, при проведении общих собраний, соблюдались ли требования, там очень большой пакет документов, которые надо соблюсти, чтобы правильно провести, организовать и провести это собрание. Напрямую как общаетесь с жителями города? Обращаются к вам? Да, обращаются довольно-таки активно, приходят непосредственно на прием. У нас есть телефон, вся информация о деятельности размещена на сайте управления ЖКХ, она наиболее полная. То есть мы открыты для общения. Кроме этого, на сайте управления ЖКХ ежемесячно размещается итоговая информация по моей работе. То есть можно открыть, посмотреть, чем конкретно занимался муниципальный жилищный инспектор, какие результаты его работы. На что же больше всего жалуются, огласите, жалобный хит-парад? Все зависит от каждого конкретного времени. То есть, допустим, в зимний период времени, когда температура воздуха была очень низкая, поступала большая часть жалоб, как раз именно связанных с низкой температурой воздуха в жилых помещениях. То есть мы также выезжали к комиссиону вместе с управляющей организацией, то есть ресурсоснабжающей организацией, проводили обследование. Обследование проводили с использованием приборов, то есть тепловизоров, термометров, анимометров, замеряли. Давали соответствующие рекомендации, предписания управляющей компании по устранению, если это были нарушения со стороны управляющей компании. Но надо понимать, что эти проблемы также касаются и собственников жилых помещений. Потому что одно дело утеплить межпанельные швы со стороны улицы, ну и собственник должен тоже принимать меры по утеплению жилого помещения изнутри жилого помещения. Каким образом? Такие же самые швы, такие же самые панели. Вот плохо, что наши граждане, да и мы, давайте так будем говорить о себе тоже, мы еще не совсем не научились быть собственниками. То есть понимать это вот именно в плане. Потому что вот договор на содержание или управление, которое у нас, в нашей управляющей компании подписано, двусторонний. Там прописаны как права и обязанности одной стороны, так и права и обязанности второй стороны. Вопросы обязанности управляющей компании по выполнению, мы как собственник, вернее как вторая сторона по договору этого содержания, вправе обратиться в эту управляющую компанию, попросить, ну уж я не буду применять термин, потребовать выполнение тех или иных функций, которые как собственник считает не выполняется. То есть в каждом договоре приложим перечень работы и услуг, в котором четко прописаны какие виды работ, с какой периодичностью. Также оговорена и стоимость этих работ, чтобы мы понимали. Если какая-то из этих работ не удовлетворяет собственника, то есть ничто не мешает ему выйти как самому непосредственно, так мы знаем, что в каждом доме у нас избран совет на квартире на доме, есть старший по дому. Старший по подъезду. Да, люди старший по дому, старший по подъезду. Люди проголосовали, этот человек, который уполномочен подписывать документы по приемке работ от управляющей компании. И все вопросы можно, чтобы не ходить, допустим, по каждому, просто переадресовать своему старшему по дому. Старший по дому либо позвонит, либо, допустим, при подписании акта на выполнение тех работ в течение месяца, он скажет, что нет, извините, у меня поступали жалобы от моих жильцов, что там, допустим, либо убирались подъезды, может быть, не до качества, либо не так часто, как положено. То есть он это должен отметить. Но вы знаете, практика показывает, что граждане лучше знают телефон приемной главы, чем телефон собственной управляющей компании. В последний случай, как правило, мы спрашиваем жильцов, почему вы не обращаетесь в управляющую компанию. Это дружба 132. Да, в подъезде каждого дома есть информационный стенд, где размещена вся информация о компании, которая оказывает услуги. Там есть телефоны круглосуточной диспетчерской службы. Я повторю его, 24 055 и 23 101. Но если все-таки вернуться к жилищным проблемам населения, то вы, как муниципальный жилищный инспектор, каким образом и чем можете помочь? Вы знаете, в первую очередь граждане должны почувствовать себя собственниками, научиться работать непосредственно со своей управляющей компанией. Только в том случае, когда их требования к управляющей компании будут проигнорированы, только в этом случае можно обращаться, и мы подключимся, будем узнавать, на основании чего управляющая компания отказала, либо не смогла, либо не с тем качеством это выполнено. То есть необходимо приучить граждан напрямую решать вопросы с компанией, которая занимается содержанием и обслуживанием. Потому что по договору управления одна сторона собственника, вторая сторона управляющая компания. В этом договоре прописаны и права, и обязанности каждой из сторон. Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня в студию, ответили на мои вопросы. А мы продолжим сразу после паузы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем выпуск. Современная техника позволяет муравленковским хирургам успешно осваивать новые методы лечения. Они уже провели около 20 операций различного уровня сложности с применением эндо-видеооборудования. О плюсах малоинвазивной хирургии и о перспективах ее развития. В сюжете Надежды Деминовой. На экране кадры операции по ушиванию прободной язвы желудка. Ее муравленковские хирурги впервые выполнили при помощи современных технологий эндо-видеохирургии. Еще недавно для проведения подобной операции необходимо было сделать обширный разрез живота. Сегодня же все манипуляции производятся через небольшие проколы и с помощью специальных инструментов. Видеокамера специально подцепляется вот этот тонкий лапароскоп, который вводится в живот. Вот в данном случае вот видна эта вот печень, это желудочный пузырь, это желудок с перфорационным отверстием. Операции с применением высоких технологий проводят в хирургическом отделении городской больницы уже более пяти лет. Но только за последние два года их число значительно увеличилось. Технологии стали активно применять в оказании неотложной хирургической помощи. Здесь выполнено 15 аппендектомий, выполнена диагностическая лапароскопия при политравме с ушиванием брыжеки тонкой кишки, именно лапароскопические. Ну и соответственно удаление жировой подвески толстой кишки лапароскопические и ушивание прободной язвы желудка. При этом срок пребывания человека на больничной койке даже после самой сложной перенесенной операции всего несколько дней. Пациентам практически не требуется перевязок, обезболивание и интенсивной терапии. А это уменьшает стоимость лечения. Отсюда экономическая, социальная и медицинская эффективность метода. И как следствие его востребованность. В планах муравленковских хирургов еще более расширить спектр оказываемой медицинской помощи. Но для этого необходимо приобретение дополнительного оборудования и инструментов. У хирургов большие планы у наших, вот они хотят работать. Они просят приобрести специальное оборудование для коагуляции сосудов. Это аппарат Гармоник. Но если получится, то в этом году, значит, к концу года, возможно, приобретем этот аппарат. В хирургическом отделении не только обновляют материально-техническую базу. Врачи стараются освоить новые методики лечения, регулярно повышая свою квалификацию. И в этом году также запланировано профильное обучение сразу нескольких специалистов. В том числе и за пределами Муравленко. Надежда Деминова, Тимофей Сапильник, телерадиокомпания Муравленко ТВ. К другим темам. Юные картингисты готовятся к закрытию зимнего сезона. Позади не одно соревнование, десятки побед. Карт-клуб Муравленко был образован еще в 2002 году на базе Центра технического творчества. И сейчас он пользуется огромной популярностью у мальчишек. Сегодня картингом занимаются более 30 ребят в возрасте от 10 до 16 лет. С юными гонщиками встретилась наш корреспондент Татьяна Бойко. Сначала нужно будет снять бачок, потом тормоза, а после нужно будет его снимать вверх. В мастерской карт-клуба полным ходом идет подготовка к последним в этом сезоне окружным состязаниям. Братья Владимир и Александр Холхуновы перебрали в своем гоночном карте каждую детальку. Заменили резину, до блеска натерли алюминиевый полик. А чтобы машина неслась быстрее ветра, решили ее усовершенствовать. В этом двигателе больше объем. У других 50 кубов. Тут их 60. Он более резвый и из поворотов легче выходит. Владимир, что называется, заболел картингом несколько лет назад. Заразил этим и младшего брата. Теперь в карт-клуб ребята ходят вместе. На двоих делят один гоночный карт и мечту. Когда вырастут, купить свой собственный карт и продолжить заниматься этим видом спорта. Таких ребят здесь более 30. Готовит картингистов Александр Масловский. Бессменный руководитель. 13 лет подряд он обучает ребят не только управлять гоночными автомобилями. Он учит быть их настоящими мужчинами. Снять цилиндр, заменить поршень, подкрутить гайки. Здесь умеет любой мальчишка. Ребята постарше осваивают сварку, знают, как работать на различных станках. Возможно, поэтому увлечение детей поддерживают в каждой семье. Мне с папами легче, потому что мужчины больше понимают наши проблемы. По крайней мере, вот с папой, если поговоришь, то ребенка обычно не наказывают картингом. Получил двойку. Мама кричит, все, на картинг не пойдешь. А отцы такого не говорят. То есть отцы здесь побывали, посмотрели, что он не просто здесь ходит, околачивается, а что делом занимается, учится работать с инструментом. Но обучаю всему, что я сам могу. А это то, ради чего сюда так тянет ребят. Гонки, рев двигателя, высокая скорость, крутые виражи. За роль картингисты садятся в любую погоду. Их не пугает ни мороз, ни сильный ветер. Даже тренировочные заезды приносят массу положительных эмоций. Чего уж тут говорить про соревнования. Перед закрытием зимнего сезона ребята показывают мастерство вождения на состязаниях, организованных Центром технического творчества совместно с ГИБДД. Первым делом картингисты блеснули знаниями правил дорожного движения. После приняли участие в гонках. Лучших участников отметили грамотами. Говоря о достижениях за 13-летнюю историю карт-клуба, в копилке побед более 20 кубков. Наши ребята объездили весь Ямал, создавая конкуренцию с сильнейшим командам, правда, в последние годы первые места занимали нечасто. Подводит техника. Многие гоночные карты устарели, поэтому спонсорская помощь карт-клубу сейчас как никогда кстати. Татьяна Бойко, Сергей Кириченко, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Выпуск обзора недели продолжат новости спорта. Моя коллега Анастасия Попова, как всегда, в курсе всех событий. Настя, что нового в спортивной жизни? В городе состоялся первый снегоходный марафон Тутан-Лор. Муравленковцы сдали ГТО по плаванию, а дзюдоисты города пополнили копилку тремя бронзовыми медалями. Муравленко стал эпицентром ямальского снегоходного спорта. В городе впервые организовали марафон Тутан-Лор. Местом его проведения стало озеро в парке культуры и отдыха. Здесь состоялось сразу несколько этапов состязаний, в которых приняли участие любители снегоходной езды Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа. Несмотря на то, что класс состязаний любительский, здесь организовали шестикилометровую трассу по всем требованиям и правилам снегоходного спорта. Состязались в двух видах программы – кросс и драгрейсинг. Первым участникам предлагалось проехать два круга по парковому озеру. Во втором нужно было первым приехать в двухсотметровой гонке. Я думаю, что мы положили начало Тутан-Лору. Я думаю, это будет теперь постоянно, ежегодно. Снега у нас достаточно. Люди ямальские – это люди с сильным духом. Снегоходы – это наши, это по-ямальски. Заместитель главы администрации Муравленко Руслан Юсупов стал идейным вдохновителем проведения марафона. Его активно поддержали городские власти и коллеги. С организатором проведения Тутан-Лора выступило предприятие «Газпромнефть Муравленко». Откликнулись и предприниматели нашего города. В дрэк-рейсинге на утилитарных снегоходах лучшие результаты показал Алексей Бердников из Ноябрьска. На горно-спортивном снегоходе к финишу первым прибыл Владимир Финцер из Губкинского. В кроссе на утилитах муравленковцы завоевали третье и второе место. В кроссе на спортивной технике лучшие результаты показал ноябрянин Александр Луставец. Муравленковцы продолжают сдавать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Массовая пропагандистская акция в поддержку сдачи норм ГТО по плаванию состоялась в спорткомплексе «Ямал». Ее участникам предлагалось проплыть 50 метров вольным стилем. Проверить свои силы решили более 50 человек. На удивление судейской команды сдали нормативы все без исключения. А большая часть даже на предполагаемые золотые значки. Вернулись домой с медалями. Дзюдоисты нашего города пополнили копилку наград. Наши спортсмены выступили на спартакиаде учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа. В Надыме прошли состязания под дзюдо среди юношей и девушек 99-го года рождения и моложе. В них участвовали Лев Павлов, Керама Саян и Владислав Шуман – воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Спортсмены выступали в разных весовых категориях, но показали одинаковые результаты. Муравленковцы завоевали третье место на пьедестале почета. В конце мая призеры спартакиады учащихся округа войдут в состав команды-участницы первенства Уральского федерального округа под дзюдо и самбо, которое состоится в Кургане. На этом у меня все. Следите за спортивными событиями и занимайтесь спортом сами. Спасибо, Настя. В завершении выпуска по традиции напомним о других событиях, произошедших на этой неделе. Более 70 ямальских семей в начале апреля получат новые квартиры в Тюмени, в Ямальском – 1,2. Первый этап заселения завершен. В феврале и марте новоселами стали более 550 семей. Депутаты городской думы внесли изменения в устав города. Поправки касаются статей, регламентирующих полномочия местных органов власти. Их научные разработки обязательно найдут применение на практике. В «Газпромнефть» и «Муравленко» объявили имена победителей научно-технической конференции молодых специалистов. Городские власти встречаются с коллективами предприятий и учреждений. Проект «Открытый диалог» продолжается. Лучший учитель года Ямала живет и работает в «Муравленко». Педагог 5-й школы Андрей Пархоменко – абсолютный победитель регионального конкурса «Прокмастерства». Общественная палата города приступила к работе по включению в свой состав новых членов. Пока утверждены 9 кандидатур, все они представители некоммерческих организаций. В рамках соцкомпании «Прогноз безопасности» сотрудники ГИБДД встретились со студентами колледжа. Призывают пешеходов и будущих водителей быть осмотрительными в ненастье и в темное время суток. Ведь по статистике в России именно при неблагоприятных погодных условиях происходит около трети всех дорожных аварий. Образцовый танцевальный коллектив «Радуга» порадовал муравленковского зрителя своим творчеством, представив отчетный концерт, яркая палитра номеров, достойно озвучавшей вури оваций и громкого «Браво». И скоро каникулы. В Муравленко начался прием заявлений на получение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря. Это все на сегодня. О самом важном и интересном, чем будут богатые предстоящие 7 дней, смотрите вновь в субботнем эфире. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.